Президент Республики Беларусь Президент Республики Беларусь Президент Республики Беларусь Президент Республики Беларусь не платит за нефть, при этом скромно умолчали о забытых тарифах, о долгах России за транспортировку нефти через территорию Белоруссию. На прошлой неделе прошел пятый форум союзных программ. Вы знаете, там рассмотрели более 20 программ, союзных программ. И там речь шла не о переработке нефти и газа, это высокие технологии, это лазерные технологии, это нанотехнологии. Это то, в чем мы видим будущее развития России и Белоруссии. Третье. В том числе и с этой трибуны вчера прозвучало обвинение в адрес Белоруссии, что она идет в НАТО и тем самым придает интересы союзного государства. По последним заявлениям руководителей Российской Федерации уж, по-моему, ясно, кто стремится сегодня в НАТО. А вот Беларусь 20 лет не дает застегнуть пояс НАТО вокруг Российской Федерации. Именно в Белоруссии находятся две военные базы. Именно с Белоруссией мы сегодня имеем объединенную систему ПВО. А, кстати, из бывших республик Советского Союза, прибалтийских, перехватывают наши самолеты, которые летают, военные самолеты, которые летают над Балтийским морем. Четвертое. У нас нет единого политического пространства, к сожалению, пока с Республикой Беларусь. А российские СМИ фактически включились в избирательную кампанию президента Республики Беларусь. Тем самым нарушается международное отношение. Фактически это вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь. И нарушается договор о создании союзного государства. Пятое. У кого сомнения есть, у Лукашенко изберут. Нам с ним иметь дело. С каким лицом потом встречаться с ним, садиться за стол переговоров президенту Российской Федерации или каким-то чиновникам от Российской Федерации. Шестое. Недавно совершенно Путин провел заседание союзного правительства, где рассмотрен проект бюджета союзного государства. Не сегодня, а завтра этот проект будет подписан. И, может быть, на следующей неделе или через неделю состоится сессия союзного парламента. И Борису Вячеславовичу Грызлову вести эту сессию с каким лицом, в какое положение мы ставим его, как он будет обращаться к белорусским депутатам. А вы, мы, уважаемые депутаты, как мы будем встречаться с белорусскими депутатами, которые приедут сюда, сессия пройдет в Москве, в этом зале, как мы будем отвечать на их вопросы. Зачем все это происходит? Кому это выгодно? Кому угодно. Только не российскому народу и не белорусскому народу. Это может быть выгодно НАТО, западным странам. Они сегодня радостно потирают руки. Как здорово проводят они очередную спецоперацию. По нашему мнению, Государственная Дума должна немедленно рассмотреть вопросы российско-белорусских отношениях. Надо остановить эту вакханалию, грязную очернительскую вакханалию, которая идет в средствах массовой информации, в российских средствах массовой информации. Я считаю, что Совет Государственной Думы должен рассмотреть этот вопрос и дать соответствующее поручение комитетам Государственной Думы. Я говорю не только от имени фракции КПРФ, которую имею честь представлять. Я говорю от значительного числа наших избирателей, более 70% российских граждан за Союз России и Белоруссии. А вы депутаты?